Вопрос поощрения тех, кто сдал нормы ГТО, обсудили и ректоры Приволжского федерального округа. В стенах Саратовской юридической академии прошел совет ректоров вузов ПФО. Основным вопросом стало укрепление физического здоровья в среде учащихся. Руководители учебных заведений рассказали о том, как они поэтапно планируют внедрять комплекс ГТО. Ректоры уверены, большинству студентов, да и тем, кто постарше, нужна дополнительная мотивация для того, чтобы пытаться получить золотой значок. В Кировской области прорабатывается вариант выплаты дополнительных стипендий для студентов и предоставления дополнительных дней к отпуску или выплаты премий для работающих граждан, сдавших нормы ГТО. Положительные примеры развития студенческого спорта есть во многих регионах Приволжского федерального округа. Ректоры охотно поделились своим опытом и даже выступили с идеей возродить комиссию по развитию студенческого спорта. Также участники совета задумались над созданием архива данных об олимпийских чемпионах и победителях соревнований разных уровней. При этом главную роль в этих инициативах отводят самим студентам. Руководители вузов уверены, что чем активнее привлекает учащихся к подобной деятельности, тем лучше оказываются результаты. Реализован ряд студенческих инициатив по созданию спортивных проектов. Общественная организация Лига студентов Республики проводит ежегодную спартакиаду среди органов студенческого самоуправления вузов по 10 вида спорта. Спартакиаду среди студенческих общежитий, а студенческие активы соревнуются в рамках проекта «Неделя студенческого спорта». Ну а саратовские ректоры выступили с идеей создания городского центра студенческого здоровья. Это позволит составить более полную картину состояния здоровья учащихся. Продолжение следует...